Вести Карачаева, Черкесия 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 Вместе с тем, к 1 сентября следующего года будет завершен капитальный ремонт школы в поселке Ильбрусском, а до конца 2024 года будет построена врачебная амбулатория в селе Джага. На поддержку племенного животноводства республики за последние 10 лет направлено более 1 миллиарда рублей. По данным регионального Минсельхоза, по программе поддержки племенного животноводства в Карачаеве завезено более 21 тысячи голов племенного молодняка и 150 тысяч мальков форели. В настоящее время в республике действуют 20 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, работающих в области племенного животноводства. И они в полном объеме обеспечивают потребность региона в высокопродуктивном племенном скоте. Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2022 году лидерами по количеству и сумме полученных грантов среди субъектов Северокавказского федерального округа стали Чечня, Ставрополье и Карачаево-Черкесе. Восемь проектов из нашей республики вошли в число победителей. Это оригинальный проект по развитию информационной безопасности семьи в сети Мурата Болотова, школа доступного программирования и робототехники инновации Ахмата Джанкиозова, молодежный IT-медиапроект IT-настоящего Даулета Гачияева, первая оригинальная школа по продвижению туризма, про туризм Ислама Хубиева, оригинальная школа медиа Мадины Чомаевой, МИССЯ, молодежный инкубатор социальных идей и инноваций Медины Баташевой, молодежная школа спортивного волонтерства, здоровое поколение Аслана Гандаева и обучающий интенсив «Я за врача» Яромира Французова. В Северокавказском федеральном округе поддержано 36 грантов на сумму более 20 миллионов рублей. На реализацию своих проектов представители Карачаев-Черкеси получат 4 миллиона 456 тысяч рублей. Популярные туристические маршруты и локации Карачаев-Черкеси впервые будут представлены в многофункциональном электронном путеводителе. Разработка приложения стала возможна благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получении финансовой поддержки на развитие туротрасли. Реализуемый проект представит гостям региона цифровое сопровождение сразу 7-10 туристических маршрутов, в числе которых самые популярные природные и культурные достопримечательности республики, а также обозначит характеристики направлений для подбора по физическому состоянию и возрасту туриста. Он также включит в себя информацию о рекомендованных объектах туристского показа, иных точках притяжения туристов, отелях, гостиницах, кафе, ресторанах, детских и спортивных зонах, а также услугах и сервисе. Более того, в приложении будет предусмотрена возможность забронировать туристские услуги и средства размещения. По завершению разработки приложение будет доступно на площадках App Store и Play Market. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева начался ремонт корпуса естественно-географического факультета. Сейчас здесь проводится отделка стен, обновление полов, потолка, впереди обновление фасада, отмостков и многое другое. Здание естественно-географического факультета, построенное еще в 30-е годы, сохранит свой исторический облик. Сибириязвенное захоронение в ауле Беслине и Хабетского района находятся под угрозой подтопления. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межоригинального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Земельный участок расположен в пройме реки Большой Зеленчук. После паводка в ходе размыва дамбы русло реки раздвоилось, после чего правое русло реки приблизилось к захоронению на критическое расстояние 4,5 метра. В случае отсутствия экстренных мер создается угроза распространения сибирской язвы. Сибирская язва особо опасна за анозно-инфекционная болезнь человека и млекопитающих животных. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в течение до 200 лет. Управлением Россельхознадзора Администрации сельского поселения объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовано провести мероприятие для исключения возникновения и распространения сибирской язвы, а также информация направлена в прокуратуру республики, управление ветеринарией, управление Роспотребнадзора и администрации района. В 17-й гимназии Черкеска открылась парта героя имени генерала-майора летчика Аса Канамата Баташева. Она стала 22-й по счету в республиканском центре. Почетное право сидеть за ней будет предоставляться учащимся за успехи в учебе, достижения в спорте и активную общественную работу. Напомним, Канамат Баташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая этого года, когда помогал выйти из окружения одной из десантно-штурмовых групп. Он знал, что в этом районе действует ПВО, тем не менее принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте, но при выходе из маневра его самолет был сбит зенитной ракетой. 14 тысяч деревьев высадят в Крачаево-Чекесе до конца этого года. Наша республика присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». 22 этапа, сотни волонтеров, тысячи саженцев и одна республика, которая станет еще краше. О центральном этапе акции «Сохраним лес», который проходил на территории Зеленчукского лесничества в окрестностях аула «Козылоктябрь», рассказала советник министра природных ресурсов и экологии республики Медина Баташева. На этом месте в окрестностях аула «Красный Октябрь» у нас идет центральная акция с участием волонтеров, общественных организаций, органов власти. И мы произвели уже высадку 600 саженцев. На этом же участке будет еще высажено 2500 саженцев различных пород деревьев. Мероприятие также у нас приурочено к 100-летию. Карачаево-Черкесской республики дополнительная партия саженцев как раз была высажена именно в честь 100-летия. В Министерстве просвещения страны подвели итоги Всероссийского конкурса сочинений этого года. По итогам работы федерального жюри определены 100 победителей, в числе которых сочинения конкурсанта из Карача-Черкесии Ирианы Газгешевой, ученицы 5-го класса школы аула «Хабес». Она выбрала тематическое направление. Нелегко быть ребенком, сложно, очень сложно. Что это вообще значит быть ребенком Астрида Линдгрена? 2018-2027 годы. Десятилетие детства. Рассказ «Непростая история маленькой девочки». Торжественная церемония награждения победителей состоится 2-3 ноября в Москве. Молодежи из Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи в возрасте от 18 до 35 лет примет участие в форуме «Межкультурный диалог», который состоится на курорте Архы с 26 октября. Мероприятие организовано в честь векового юбилея трех республик. В рамках мероприятия пройдут пленарные заседания, диалог культур и развитие сотрудничества, а также круглый стол профилактика экстремизма в молодежной среде, работа по секциям и проектная работа в командах. Будут организованы и тренинги по командообразованию и дизайн-мышлению, а также интеллектуальные игры. В картиной галереи музея-заповедника Черкеска продолжается ежегодная выставка в семье «Единой». Жители и гости города до 30 октября смогут увидеть картины Бориса Атаева, Юрия Карасова, Мухаммеда Хохандукова, Николая Кузнецова, Казбека Французова. Отдельная экспозиция посвящена работам заслуженного художника России Умара Мижева. О творческом пути художника рассказала участникам выставки «Вдова» Талегюль Мижева. Заслуженный художник Российской Федерации, инородный художник Карачаева Черкесии Уман Кангелевич Мижев был всю свою жизнь беззаветно предан изобразительному искусству. Он стремился всегда осваивать новые техники, кроме живописи, графику, афорт, гравюру. Работал в области декоративно-прихладного искусства, занимался войлоком, всегда стремился передать свои чувства, мысли через свои произведения. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» подарил спортивному комплексу «Мамлюк Черкеска» набор нового спортинвентаря. У спортсменов появились новые ракетки, макевары и корт. Теперь тренировки ребят станут еще интереснее, профессиональнее и продуктивнее. Ну и последняя информация. С 28 октября по 1 ноября в республике пройдет передвижной форум «Кавказ-Дом». Порядка 50 человек примут участие в создании нового туристического маршрута. По словам председателя автономно-некоммерческой организации высокогорный креативный кластер Денислама Байчорова, они долгое время занимались разработкой пешего маршрута между средневековыми храмами Шаанинским и Сентинским, являющимися популярными туристическими объектами. И первыми гостями, которые пройдут по нему, станут участники форума «Кавказ-Дом». Программа и мероприятия предусмотрены состязания по стрельбе из лука, эстафета на сап-бордах, а также экскурсии и лекции о курортах республики, местных достопримечательностях и их истории. Кроме того, участники мероприятия займутся благоустройством маршрута и установят элементы навигации. Общая протяженность маршрута составляет порядка 25 километров. На середине пути будет организован привал и развернут палаточный городок. Завершится путь в Сентинском храме, где состоится церемония закрытия форума с вручением сертификатов. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснением погода, полтора местами дождь, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6,11 м в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла, в горах местами плюс 4,9, в Черкесске днем без существенных осадков, ветер западный 6,11 м в секунду, а столбик катерометра поднимется до отметки плюс 15. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. На правах рекламы. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2,96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok